Здравствуйте! Эфир телеканала РГВК Дагестан продолжает правовое поле. Сегодня наш последний выпуск в этом сезоне. Мы представляем вашему вниманию обзор недавно принятых законов и последней судебной практики. В сегодняшнем выпуске. С 1 июля в России повышается минимальная заработная плата. Председатель Верховного суда страны предлагает изменить вызовы в суд и мотивировку решений судей. В Махачкале зафиксирован случай массового отравления тортом, птичьим молоком. Со следующего года в районных судах будут представлены присяжные заседатели. На жителя Ногайского района возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки акации. В России с 1 июля увеличилась минимальная заработная плата, правда, всего на 300 рублей. Последние два года минимальный размер оплаты труда в России составлял 7500 рублей. По Трудовому кодексу величина минимальной заработной платы – это одна из основных гарантий по оплате труда. Заработок работника, который полностью отработал за месяц всю норму, не должен быть меньше 7800 рублей. Причем это не по ведомости или на карточку, а к начислению. То есть минимум это 6786 рублей. Меньше платить работнику на полной ставке нельзя. Как вы считаете, какой должна быть минимальная заработная плата в России? В данный момент, мне кажется, не менее 30-35 тысяч на каждую семью. Наверное, 20 тысяч? Где-то от 10 до 15 тысяч. Вы думаете, этого достаточно? Смотря кому. В России минимум 45-50 тысяч рублей. Я думаю, что минимальная зарплата в России должна быть 1050. Пенсионерам сейчас платят, я получаю 8 тысяч. Пенсионерам. Минимум 20, как минимум должно быть. Для рядового, среднего работника минимум 100 тысяч рублей. Я считаю, что минимальная зарплата должна быть 30 тысяч. 45-50 тысяч. 30 хотя бы. 20-25 тысяч. Для студентов вот так. В Дагестане. В России. В России. Ой, в России 100. Потому что у нас зарплаты очень низкие, а цены поднимаются и поднимаются на продукты и на все остальное. В начале лета председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил определенные поправки по совершенствованию законодательства. Так предлагается изменить систему судебных уведомлений и мотивировку судебных решений. Выступая перед своими коллегами, глава Верховного суда отметил, что назревают более 100 предложений, касающихся системы судопроизводства. Возможно, изменения коснутся порядка извещения сторон о судебном заседании. Предлагают лицам, обратившимся в суд, самим получать информацию о времени и месте судебного заседания. Сегодня это работает с помощью судебных повесток. А для арбитражных судов предлагают отправлять извещение по адресу электронной почты. От судебного извещения зависит своевременное законное рассмотрение любого гражданского административного, также уголовного дела. Гражданский процессуальный кодекс предусматривает наряду с таким видом судебной повестки также некоторый расширенный перечень данного извещения. Это телеграмма, это почтовая связь, заказным письмом с уведомлением о вручении. Также данный перечень не является исчерпывающим и с каждым днем, можно сказать, она расширяется. Верховный суд высказался, что в части норм о процессуальных извещениях сторон будут также внесены поправки в законодательство, то есть будет предложено внести поправки. В гражданское процессуальное законодательство внесены будут следующие поправки, то есть предложено, по крайней мере, что если истец обращается с соответствующим иском в суд, то он сам должен получать информацию о дате и времени судебного заседания, то есть либо ознакомливаться с ней на сайте суда, либо, соответственно, у секретаря судебного заседания, либо у помощника судьи. Извещать их путем письменных уведомлений не потребуется по инициативе суда. В арбитражном судопроизводстве предложено считать надлежащим извещением извещение, направленное по адресу электронной почты, которое указано в исковом заявлении и, соответственно, либо в отзыве на исковое заявление, то есть в том электронном адресе, который представлен стороной. Если использовать почтовую связь, бывает, что приходят извещения корешки, и, может быть, это почтальоны ленятся, приносят корешки и закидывают стороны, должны с этим корешком идти в отделение почты и получать письма. Но не всегда это делается. Увидели корешок, но где-то валяется и все. Также зачастую бывает, что почтальоны вручают непосредственно лицу, сейчас очень в деле, соседям, каким-то там консьержам. В общем, не всегда это доходит. Это является проблемой не только для судебных органов, судебных систем, так же и для участников процесса. Так какая же система уведомлений суда сегодня является самой эффективной? СМС-извещение, которое используется во всех судах на сегодняшний день. Так, по личному опыту могу сказать, что данная форма извещения в Ленинском районном суде города Махачкала, она наработана, она налажена, то есть получает извещение своевременно. В Кировском районном суде странный момент, вроде бы работает данная система, но почему-то не извещается, не говорится в данной СМС стороны. Не указывается, по какому делу. Только указывается в суде и время. Но у адвоката зачастую может быть так, что не только в данном суде, но и у судей могут быть несколько дел. А в советском суде, то что касается, не работает эта форма, ни разу ко мне СМС-ки не приходили. На мой взгляд, самым удобным методом извещения является извещение посредством каких-то электронных сервисов, то есть будь то СМС-извещение или извещение по адресу электронной почты. Поскольку оно мобильное, оно предоставляет возможность в свое время доставить извещение и предоставляет возможность суду иметь информацию о том, доставленное извещение или нет. Зачастую бывает, что ответчики, в частности ответчики, отказываются от получения извещения в суд. Таким образом, они хотят избежать каких-то обязательств, но поспешу напомнить, что это не является методом отказа. То есть могут рассмотреть дело и в отсутствии неявившего ответчика. Если есть информация о его извещении, это тоже является своего рода извещением. Также есть методы в случае, когда по некоторым делам могут ответчики объявляться в розыск. Или вместо ответчика, вместо жительства которого неизвестно, привлекаются защитники, то есть адвокаты. Среди остальных поправок предлагают расширить перечень категорий дел, по которым суд может выносить решение, состоящее только из резолютивной части. То есть объяснений, почему суд принял то или иное решение, в некоторых категориях споров может дальше не быть. На сегодняшний момент, в частности, в судах общей резиденции, таким правом обладают только мировые судьи. То есть они вправе не составлять мотивированное решение, если об этом не поступила соответствующая ходатайство со стороны истца либо ответчика. Сегодня вопрос с изготовлением мотивированного судебного решения ходит под руку со сроком его подготовки. Загруженность, а может и необходимость находить хорошее объяснение не совсем правильному решению. У каждого свои мотивы задержки изготовления решения. Зачастую затягиваются сроки подготовки полных решений, где содержится информация о том, не только что решил суд, но еще и почему он так решил. В гражданском процессуальном законодательстве установлен пятидневный срок для составления мотивированного решения. То есть результивная часть решения должна быть объявлена в день судебного заседания и, соответственно, выдана сторона. На практике, к сожалению, за все годы моей практики очень редко я встречаюсь с тем, что результивную часть сразу выдают. То есть ее оглашают, да, но с выдачей не спешат. Мотивированные решения в силу норм действующих в гражданском процессуальном законодательстве должны составить в течение пяти рабочих дней. В судах общей резиденции, к сожалению, не всегда получается в течение установленного срока получить указанное решение. То есть бывает судей задерживают, часто бывает задерживают в выдаче решения. В системе арбитражных судов дело производства налажено лучше. То есть в арбитражных судах, как правило, своевременно составляют мотивированные решения. Но опять-таки не в 100% случаев. Это, конечно, такой нонсенс юридический, потому что я, наоборот, считаю, что необходимо любое решение писать и с матировочной частью, а усекать вот эти матировочные части отдельно и обязывать стороны писать отдельное ходатайство об обязании судей писать матировочную часть решения, я считаю, что это не способствует принципу транспарентности судебной власти, ее доступности. Надо сказать, председателю Верховного Суда предложили блестящую инициативу, блестящую в скобках, решить задачу, изготовить грамотное, квалифицированное, мотивированное решение за пять дней. Не успеваете? Не можете? Не проблема. Уберем мотивировку, грамотность и квалификацию. И всем сразу станет легче. Решил так-то. Почему? Не ваше дело. Качество судебных решений, как аргумент, видимо, вообще не рассматривалось. Кстати, о мотивировке. С июня этого года Европейский суд по правам человека в Страсбурге будет объяснять, почему он посчитал ту или иную жалобу неприемлемой. Вот уж поистине долгожданная новость для любителей слать жалобы в Страсбург. Любой юрист и пусть даже не юрист, любой, кто обращался в Европейский суд по правам человека, знает, что это нелегкая процедура со своими правилами. Нарушение этих правил неизбежно влечет к тому, что заявитель получит бумажку, где будет указано, что ваша жалоба признана неприемлемой. И это после нескольких лет ожидания, безо всяких объяснений. Я хочу сказать, что это очень хорошая идея, потому что было очень много отказов, и люди не понимали, почему Европейский суд отказывает. То есть сама правоприменительная практика была такая, что люди получали жалобы, потом отправляли повторно жалобы, потом повторно отказывали, и все это создавало волокиту для, как самого Европейского суда по правам человека, который тратит огромные ресурсы, нанимая юристов, нанимая помощников, судей, и это создавало огромные проблемы для обеих сторон. Я полагаю, что, например, Верховный суд идет, наоборот, в противоречии с практикой Европейского суда. Допустим, в нашей судебной системе судьи, когда оставляют заявление без движения, они мотивируют. В принципе, вот в этой части у наших судов была такая хорошая позиция, что они мотивировали, аргументировали свои решения и отсылали сторонам вплоть до устранить какие-то препятствия. Но, видимо, раньше Европейский суд не справлялся с такой задачей, и теперь они, видимо, решили, что вот эти пробелы убрать. В Махачкале по факту массового отравления кондитерской продукции была проведена проверка пекарни. По сведениям СМИ, ученики 51-й школы Махачкалы заказали на празднование по случаю окончания учебного года торт в кафе «Паскучешоп» на Толстого 5. На следующий день у детей появились признаки отравления. Инфекционка подтвердила факт. Всего обратились 15 человек. 13 были госпитализированы. С начала июня прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводили внеплановую проверку «Паскучешопа». Результаты проверки, увы, плачевные. Уровень нарушений санитарного законодательства, влюбимой махачкалинцами выпечки, заставляет серьезно задуматься. Результаты проверки выявили грубейшее нарушение требований санитарных норм и правил. Это в части и по набору помещений, по несоблюдению требований к условиям хранения, реализации пищевой продукции, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество безопасности как на продовольственное сырье, так и на реализуемую продукцию, несоблюдение сроков хранения, отсутствие учетных журналов холодильного оборудования, температуры холодильного оборудования. У персонала, обслуживающего в медицинских книжках, не было отметок, либо были просрочены отметки о прохождении своевременного прохождения медицинского обследования и необходимого объема профилактических прививок в соответствии с национальным календарем. По результатам лабораторно-инструментальных исследований, которые были проведены там и по условиям и самой продукции, и смывов, и результаты исследования воды были проведены в ходе обследования и были выявлены в трех случаях обнаружена патогенная микрофлора, в общем, которая способствовала возникновению пышки инвестиционных заболеваний. По результатам проверки по скучу шопу вынесены внушительные меры административного реагирования. Наши проверки, она проводится по согласованию с органами прокуратуры. Мы направили перед тем, как выйти заявление в органы прокуратуры, нам была согласована эта проверка. Значит, акт, результаты мы направили в органы прокуратуры по результатам обследования. И по выявленным санитарным правонарушениям были приняты строгие меры административного воздействия, вплоть до, значит, и искового заявления в суд о нарушении требований санитарного законодательства с обеспечительной мерой, то есть приостановления данного объекта. И крупные штрафы. Постановления были вынесены об отстранении работников от работы до прохождения ими медицинского обследования. В Дагестане в отношении жителя Ногайского района возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Эта история не могла нас оставить равнодушными. Уголовное дело за вырубку деревьев в Дагестане? Именно такие комментарии оставляли пользователи интернета под публикацией о привлечении к уголовной ответственности за вырубку акации. В этом году прокуратурой Ногайского района выявлен факт незаконной рубки дерева породы акация белая на территории Ногайского заказника. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса, то есть незаконная рубка лесных насаждений. Что касается состава данного преступления, то его довольно-таки нелегко установить, в частности и объективную сторону. Если с субъективной стороной и субъектом все понятно, там субъект это лицо, достигшее 16 лет, меняемое лицо, субъективная сторона это прямой умысел, то есть когда человек осознает общественно опасный характер своих действий и желает наступления соответствующих последствий. А вот объективная сторона, она согласно данной статье выражается в том, что это либо вырубка деревьев, либо нанесение какого-либо ущерба, который препятствует дальнейшему росту этих лесонасаждений. К муниципальному образованию и в результате незаконных действий причинен ущерб в сумме 50 тысяч рублей. Привлечь человека к уголовной ответственности надо установить значительность данного размера. Это что хотя бы ущерб превышает 5 тысяч рублей. Если ущерб не превышает этой суммы, то здесь административная ответственность это статья 8.28 Кодекса об административных правонарушениях. Как же определяется этот ущерб? Исходя из практики, руководствуется постановлением правительства, которое устанавливает соответствующие методики и тарифы. То есть таксы, согласно которым определяется ущерб. Естественно, это делает не юрист, это делает эксперт. Для этого назначается специфический вид экспертизы, называется дендрологическая экспертиза, которая по срезу дерева, по иным данным, может определить его возраст, качество древесины. И по итогам анализа всех этих сведений, они, естественно, выводят общий такой ущерб, который будет влиять на квалификацию по данной статье. То есть у нас значительный ущерб – это свыше 5000 рублей, крупный ущерб – свыше 50 тысяч рублей, и особо крупный ущерб – это свыше 150 тысяч рублей. Ну, в данном случае идет о значительном ущербе, так как все-таки ровно 50 тысяч рублей, там плюс-минус один рубль был бы, уже получалась бы часть вторая здесь данной статьи. По закону Республики Дагестан об охране зеленых насаждений, вырубка и снос деревьев могут осуществляться только на основании порубочного билета, выдаваемого в порядке установленным правительством. Такой билет необходимо было получить в Министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана, только после проведения акта обследования зеленых насаждений. По данным Республиканской прокуратуры, данный случай привлечения к ответственности за ненависть к природе далеко не единственной в своей практике. Всего за два последних года органами прокуратуры Республики в сфере недропользования и охраны лесов выявлено свыше тысячи нарушений закона. Для их устранения принесено более 300 актов прокурорского реагирования. В том числе органами прокуратуры в следственные органы направлялись материалы проверок для решения вопроса возбуждения уголовных дел. Например, в прошлом году природоохранной прокуратуры были выявлены три факта незаконной рубки лесных насаждений в Магранкенском лесничестве, на территории особо охраняемого заказника Самурский, а также в особо охраняемой территории Верхний ГУНИП. По всем этим фактам, по материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются в настоящее время уголовные дела. В некоторых регионах данная статья очень даже распространена, в регионах с развитыми лесными массивами. Там именно статистика данных преступлений, чуть ли не 95-96% составляет от общего числа экологических преступлений. Справедливости ради надо отметить, что, к сожалению, по закону карается вырубка не каждого зеленого насаждения. Для привлечения к ответственности важно установить факт, на какой земле произошел случай вырубки. Эта статья также предусматривает ответственность за вырубку или за ущерб лесонасаждениям, находящихся вне лесной зоны. И вот как раз таки пленум в пункте 15, он раскрывает, какие это лесонасаждения именно имеются в виду. А именно, это вот в городах, в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья насаждения в полосах отвода железнодорожных и автомагистралей. Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, но вот по смыслу следует, если речь идет о вырубке лесонасаждений на территориях сельхозного значения по общему правилу, на территориях, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство, садоводство, огородничество, под гаражное строительство. То есть это такие территории, которые используются для частного пользования. Данное преступление считается оконченным с момента совершения соответствующих действий. Важное значение для квалификации имеет это ущерб. В России вступил в силу закон, по которому уголовные дела с участием присяжных заседателей будут также рассматриваться и в районных судах. Однако самих присяжных в районных судах мы сможем увидеть только летом следующего года. С 1 июня 2017 года федеральным законом внесены поправки в ряд статей Уголовно-процессуального кодекса России, регулирующих особенности производства дел в суде с участием присяжных заседателей. Основной фокус – это введение возможности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных также в районных судах и в гарнизонных военных судах. Однако самих присяжных мы увидим в райсудах только в следующем году. В настоящее время сложно говорить о том, к чему эти изменения могут привести, потому что практика покажет в дальнейшем это нововведение. Но эти нововведения в основном касаются организационных моментов рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. До того, что по факту статьи, которые рассматривались с участием присяжных заседателей, они часть этих статей перевели в суды общей юрисдикции, то есть с рассмотрением судей общей юрисдикции. И 12 присяжных заседателей. Так чем же хорош суд присяжных? Что это на самом деле? Возможность произвести впечатление на 12 неопытных общественников? Или все-таки подлинное участие граждан в отправлении правосудия? Присяжные заседатели, они решают вопросы факта. То есть в данном случае присяжным задается вопрос, а перед ним ставится 4 вопроса, да, имело ли место вообще в событии преступления, совершил ли данное преступление обвиняемый, виновен ли он в совершении этого преступления, и четвертый вопрос, заслуживает ли он снисхождение. То есть здесь люди оценивают именно обстоятельства и все доводы защиты в полной мере, и поэтому, естественно, отдача бывает соответствующая. Конечно, адвокаты обычно по возможности выбирают в суды именно присяжных заседателей. И получается так, что вопросы касательно квалификации решают уже, ну, вопросы права, да, они решаются председательствующим, который также входит в состав, соответственно, суда присяжных. И он решает вопросы права. Квалификация содеянного и, соответственно, наказание, и вопросы касательно гражданского иска. Нам нужны люди, которые честные, добросовестные. Это государство оказывает доверие этому конкретному гражданину, и нам нужны только те, которые могли бы добросовестно и честно исполнить свой гражданский долг. Больше возможности у адвоката доказать, имело место преступление, если совершено оно или нет. Институт суда присяжных, когда-то представленный в Царской России, отмененный в советское время, с конца 90-х вновь вернулся в судебную систему Российской Федерации. Сегодня в Дагестане с определенными натяжками он уже сформирован и функционирует на уровне Верховного суда Республики Дагестан. В настоящее время списки присяжных заседателей формируются исполнительно распределенными органами на основе данных, внесенных о избирателях в ГАЗ-выборы. Эти данные помещаются путем случайной выборки, когда эти списки предоставляются, утвержденные списки уже непосредственно в суды. Так кто же может быть присяжным заседателем? Кому закон позволяет делать столь сложный выбор? Виновен или нет? Они юристы, но при этом они простые обыватели, домохозяйки, пенсионеры. К нам попадают совершенно разные категории люди, в этот список попадают, мы их приглашаем. Но это приходят, и это социально ответственные люди, это пенсионеры, это учителя, преподаватели. Это люди, которые относятся к исполнению гражданского долга, но не безразлично. Такие ответственные люди, вот, собственно, они и приходят. И у них видение того или иного события чуть шире, наверное, чем те рамки, которые загнан в суде. Быть присяжным или нет, сегодня это право, обязанность, разве что на уровне гражданского долга. Конечно, есть случаи исключения, при которых вы можете напрочь отказаться от исполнения такой роли. Например, если ваши стойкие религиозные убеждения не позволяют вам судить. Или, например, в случае вашей болезни или болезни близкого родственника. Мы сталкиваемся с этой проблемой, и она очень актуальна, эта проблема для нас. Люди зачастую не знают вообще, для чего они приходят, для чего их вызывают. Мы им, если они с нами связываются по телефону, контактному, то мы им разъясняем. Но подробно объясняет им специальный работник суда, для этого уделяется им время, проводится анкетирование. Мы разъясняем, для чего, как, что будет входить в их обязанности, в чем состоит суть их работы. Мы пообщались с человеком, который на протяжении долгого времени исполнял обязанность присяжного заседателя в Верховном суде Дагестана. Наш присяжный пожелал остаться инкогнито и рассказал о том, что это значит изнутри, быть одним из 12, которым выносить вердикт. Когда я получил это приглашение, сначала было такое ощущение, что расстояние, вдруг недавно я смотрел этот фильм, я видел, как обошлись присядем с заседателем. После окончания процесса человек вернулся и начал их убивать. Такое было ощущение, что стоит ли этого. Но там было написано сначала, что я не имею права туда не идти. Но все равно пошел. Для меня сначала было интересно, что это такое. Такое было ощущение. А когда уже непосредственно там сидишь, идет тогда процесс отбора этих присядных заседателей, когда я видел, что среди всех этих минимум 30 человек, практически я не видел там человека, который хотел там участвовать. Судья каким-то то ли там пристыдил, то ли там патриотизма нет, то ли там что-то долгое, там что-то говорили. Я не видел на самом деле ощущение такое, что особого желания ни тех людей, которые со мной сидели, ни у меня такого не было, чтобы идти туда. Какое-то просто мое ощущение такое, что это формально, тем более при нашем судебном этом селе, мы не готовы, чтобы так, чтобы какой-то присядный заседатель голос там имел значение. Судья думал, что это пустое проведение времени, сидишь там, думаешь, как бы отмазаться от силы этого. Если бы у вас был выбор, то скажем так, вам сказали, хотите оставайтесь, не хотите, ничего страшного, можно не участвовать. Что бы вы выбрали? Сразу выбрал, готов был уйти оттуда, других вариантов таких нет. Там сидят люди, которые, скажем, с разных районов, даже отдаленных районов, приезжают. У них такое ощущение. И при этом, когда говорят, что суд начинает 10 часов, нас там потом целый час держат в совершательной комнате, не начинают. Бывает такая ситуация, сидишь целый час, и вдруг то ли адвокат не пришел, то ли там они не могли доставить свидетеля. И вот так расходимся без ничего. Пустая трата времени. Поэтому, мне кажется, что вот, когда председатель за действительность нужен, когда бывают такие сомнительные моменты, когда человек, может, заранее где-то как-то еще неизвестен, может быть, оговорили его, или там, может, где-то там судья передвзято относится, или же там следствие велось грубым ошибкам, вот тогда уже в таких случаях, мне кажется, можно было это все сделать. А когда уже, там уже видно, что 98% людей уже виновные, и там играет, это как у цирк, собрать людей, присяжных заседателей, сидят, в целом немеце, сидят молча, смотря на них, что там происходит, я считаю, это нежно. По словам нашего инкогнито-присяжного, даже на уровне Верховного Суда Дагестана организация работы с ними все еще не налажена на должном уровне. Это вам далеко не голливудский фильм, где присяжного пожизненно охраняет закон. Это суровая дагестанская реальность, где для присяжного нет даже отдельного входа в здание суда. У судей такая ситуация, вот маленький город наш, это, я как понимаю, что присяжные заседатели в Верховном, там вообще их надо как-то отдельно заводить, отдельно выходить, там где-то не должны как бы встречаться, а так мы уже тут как бы и пересекаемся, и что адвокаты, и что это, все, это какой-то непонятный, это клонат. А внутри там, ну как, внутри обстановка какая-то, сидишь, думаешь, как клон, ты просто сидишь и смотришь. Ощущение такое, что ты просто пустое время проводишь, и никому это не уже затеет, потому что ни студии, ни адвокаты, ни седачи в зале, это как-то по той обстановке, которая сейчас у нас. Это мы к этому делу не готовим. Если даже большинством голосов, как бы, этот решается, выносится в вердикт, и если даже вот 6 на 6, как бы проголосовали, да, вердикт выносится оправдательный. То есть виновен это 50% плюс 1? Да, получается, что больше шансов у подсудимого. Почему? Потому что даже если проголосовали только 6 человек, то есть половина присяжных заседателей, уже вносится оправдательный вердикт. Так будут ли районные суды готовы к внедрению присяжных к 1 января 2018? Осталось-то меньше полугода. На данный момент я знаю, что есть в Советском районном суде уже, как бы, технически идет техническая подготовка, организационная подготовка к работе присяжных заседателей. И в Кизилютовском городском суде также идет уже, то есть начали районные суды подготовку к рассмотрению дел с участием присяжных заседателей. Но вопрос, мне кажется, в том, что это огромный объем работы. Это огромная работа и организационная, и в сфере финансирования, и техническая. Вот я не совсем уверена, что они с 2018 года, как бы, все суды полноценно начнут принимать рассмотрение дел с участием присяжных заседателей. Суды недостаточно готовы в настоящее время к рассмотрению указанных дел. В основном, я считаю, это сделано просто для разгрузки верховных судов, краевых судов, субъектов, потому что в настоящее время они загружены, как судами рассматривают дела апелляционной инстанции, еще и по первой инстанции, и с участием присяжных заседателей. Поэтому часть была передана, получается, в районные суды, часть оставили за верховным судом. Логика подсказывает, что в следующем году в российском правосудии появится так называемый присяжный туризм. То есть, к примеру, ваше дело должно рассматриваться в одном суде, где еще нет суда присяжных, а вы заявите ходатайство, чтобы только с присяжными рассматривали. Вот и придется передать дело в другой районный, там, где присяжные будут сформированы. Вы представляете, что будет? Подвиняемый заявляет о ходатайстве, что хочет с участием присяжных заседателей, чтобы рассматривали. А получается, что суд не готов, технически нету зала, не составлены списки, там же за 4 года нужно как бы отбирать. То есть, будут какие-то моменты, которые препятствуют рассмотрению данного заявления. Но я не знаю в таком случае, что они будут делать, потому что если закон же не предполагает, что могут отказывать в рассмотрении заявления обвиняемого, в связи с тем, что для этого нет какой-то возможности это организовать. На этом мой обзор законов и судебной практики подходит к концу. Команда проекта «Правовое поле» прощается с вами до следующего сезона. А пока пишите нам на поле собачка.ргвк.тв.ру. Я желаю всем хорошего летнего отдыха. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»